Здорово, любопытные! С кем еще не знаком? Меня зовут Виталий, и почти 10 лет своей жизни я просидел в тюрьме. Я не пропагандирую АУЕ и ни в коем случае никого не призываю совершать преступление, я наоборот, пытаюсь занести до людей, а в общей части до молодежи, что если тебе интересна тюремная романтика и как живут в тюрьме, узнай об этом заочно, от меня не попадая туда, не совершая преступление, причиняя тем самым кому-то горе и страдания. Вы просто засыпали меня в комментариях с просьбами снять видео о татуировках, так как я читаю все комментарии, я уже об этом вам говорил, и именно от вас зависит на какую тему будет мой следующий ролик. Поэтому... Подожди, не начинай! Что тебе надо? Слышь, да дай я про викингов расскажу. Что расскажешь? Про викингов! Про каких викингов? Ты что, блядь, с коня упал? Ну ща узнаешь! Да пусть скажет. Многие из вас уже в курсе, что я сейчас работаю над новым очень интересным проектом по моей тематике, и я очень надеюсь, что у меня все получится. И хочу поблагодарить спонсора сегодняшнего видео, это мобильная игра викинги, благодаря их поддержке у меня появилось больше возможностей для создания качественного контента. Викингс Варс оф Кланс, это крутая онлайн стратегия, которая не имеет границ, игра с миллионами живых пользователей со всего мира. Огромный выбор персонажей с крутыми скинами, которые ты можешь снарядить разным оружием и одеждой. Именно так, как ты этого захочешь. И более того, ты можешь сделать его сам. Викинги дают возможность прокачивать своего героя, получать новые уровни. А различные бонусы, которые ты будешь получать в ходе игры, будут улучшать твоего героя и постройки. Выполняй разные задания, создавай кланы, побеждай других игроков и становись сильнее. А качественная и захватывающая графика вдохновит тебя на новые подвиги и желание стать лучшим в этой игре. Покажи всем, кто викингов, папа. Обязательно скачивай викингов именно по моей ссылке, которую я оставлю в описании. Тем самым ты очень поддержишь мой канал, а еще получишь 200 золота и бесплатный щит. Ну давайте начнем с того, что я как никто другой смогу вам рассказать всю суть татуировок. Как за вольные, так и за тюремные. И какой спрос за них на свободе и в тюрьме. Многие сейчас спросят, почему именно ты? Потому что я сам был кольщиком, мне это все очень близко. Кто не в курсе, у меня было несколько тату-салонов, в которых работали разные люди. Как сидевшие, так и те, которые далеки от этого. Хоть я был и владельцем тату-салонов, но я также в них работал и колол. И довольно-таки неплохо. Вот несколько работ моих, можете поставить на паузу и рассмотреть получше. Помню, когда мне было 11 лет, так же как и моим кентишкам. И мы вместе с ними пришли к одному местному урурушнику, который отсидел 20 лет и был сам весь синий, как изолента. И мы знали, что у него есть машинка для накола. Самодельная. Ну такой зоновский вариант из моторчика от бритвы немые. И я ему говорю, Михалыч, ты сделай нам татуировки. А он на то время побухивал неплохо, говорит. Да нет, пацаны, я сейчас не рисую, у меня уже руки трясутся. А он реально стоит, его пидорасит, как стиральную машинку. Ну а сам-то видно, уже в клюв капнул. Ну буханул такой добрый, разговорчивый. Говорит, давайте я вам эту машинку отдам. Ну то есть подарю. А вы сами там себе эти татуировки нарисуйте. Я раз по сторонам. И сразу же уловил на себе косые взгляды моих кентишек. Потому что они знали, что я очень хорошо рисую с детства. Причем я выигрывал в школе. Все там разные конкурсы. Всегда занявал первые места по рисованию. Ну и соответственно все подъезды были зарисованы моими руками. В общем мы взяли эту машинку. Довольно и бежим. Купили канцелярской туши. Там либо черной, либо синей. Я уже не помню. Протянули удлинитель в подъезд. И тут началось. А у меня мама на тот момент была в саду. Потому что были выходные. И вот она приехала из сада. И видит меня. У меня вот такая вот опухшая рука. От этой тупой струны. Блять по ней идет. Какое-то синее. Корявое. Там уебищное. Просто пламя. Тут какие-то перстаки. Там мы на вычитывали их из книжки. Там с какими-то там воровскими коронами. ЛХВС и так далее. Ну в общем рецидивист. Сраный. И такие были все малолетки в моем дворе. То есть всех я переколотил там этими перстаками. ЛХВСами. В общем у нас был не двор. А какая-то колония для несовершеннолетних. И вечером у меня возле квартиры выстроилась прям целая очередь. Из-за таких разъяренных представителей своих детей. Ну мам, пап типа блять. Какого хуя. Я говорю. Да они сами заходили. Они сами попросили. Я говорю. Здесь ни при чем. А сама у меня прям шатает. У меня температура от этого. От воспаления. Под 40 меня шатает. Один там папаша говорит. Да что ему объяснять. Он бухой. Зови маму. Я говорю. Мама нет. А мама еще на тот момент не пришла. Но она вот-вот должна была приехать. Но после того как она потом приехала. Все равно опять же они пришли к ней. Вот там был пиздец какой экшен. Представляете. Пиздюки по 11 лет. Все в татуировках. Тут ЛХВС. Вот видите. У меня сейчас забито. Были такие корявые буквы. Легавым хуя. Рам. Свободу. Не три точки. И это было у всех. В общем было весело. Вот с этого момента у меня и пошел интерес к татуировкам. Но не то что я прям начал всем подряд там колоть и так далее. Нет. Я на малолетке там поколол. Меня потом закрыли. На малолетке потом сделал несколько накаляк. На взрослый режим поднялся в тюрьме чтобы убить время. Потому что его там очень много свободного. Сделал там пару портальчик. Ну а в основном я не афишировал что он и рисовать. Просто я не хотел этим заниматься. Ну как бы с утра до вечера колоть татуировки. Так себе занятия. В желающих там много. Хороший мастер в зоне на вес золота. Уверен вы слышали что кольщики в зоне живут там как в ресторане. Да базара нет. Часть секреты всегда есть деньги на баланс. Не миллионы конечно. Ну так на ход ноги. Просто если ты хочешь себе на колку. Ты приходишь к кольщику и сам с ним договариваешься о такси. Ну чем ты ему заплатишь. Либо насущным там чаем сигарет. Либо деньгами на баланс его телефона. Либо на карточку. Но это я имею ввиду сейчас как в зоне. На строгом режиме последним сроком. Я так чисто своим пацанам не в тягость себе делал там пару татуировок. Одному спину заколотил. Второму рукав. Бродяги звезды нарисовал на груди. А вообще я не занимался татуировками. Я играл в карты. Мне это было не интересно. Теперь касаемо спроса за татуировки в лагерях. Я постоянно на своих стримах говорю. Что не спрашивать сейчас за татуировки в зоне. Но если у тебя конечно там не воровские звезды. И ты не какой-нибудь гадина. Либо бледина. Либо дырявый. Конечно тебе сразу же подойдет. Скажет. Ты что блять. Попутал что ли. Дадут тебе кусок кирпича. Скажет. Иди за баню нахуй стирай. Либо забивай их какими-нибудь голубками. А если ты на свободе сделал себе татуировку. Не важно какую. Аскал. Орла. Розу. Мимозу. Тебе вообще вопросов никто не задаст. Никто тебе за них не спросит. Даже если ты сделаешь себе звезды на свободе. И заедешь с ними в зону. Тебе опять же никто за них не задаст вопрос. Если ты нормальный парень. Ты же нормальный парень. Ты заехал. Ты против мусорского произвола. Против мусорских наворотов. Ты там живешь по понятию. Ты за идею. Ты стремишься. Ты за общие. И соответственно ты соответствуешь уже этим звездам. Потому что звезды это отрицалово. Татуировка сделана на свободе не несет ответственность за тюремные понятия. Чем и отличается татуировка сделанная на воле и наколка сделанная в тюрьме. В татуировку которую ты делаешь в тату салоне ты вкладываешь свой смысл. Это твое личное. Даже если ты рисуешь себе Аскал Тигра. Ты вкладываешь в это свой смысл. Может ты родился в год Тигра. А может тебе просто нравятся эти животные. Либо ты ассоциируешь себя с этим животным. А возможно у тебя отец который умер. Но он был рожден в год Тигра. И ты сделал эту татуировку в память о нем. А в зоне Аскал Тигра всегда обозначал обозленный на власть. Поймите сейчас 2020 год на дворе. И поколение тех кто сейчас садится в тюрьму тоже другое. Это раньше в 80-х и в 90-х годах за каждую татуировку нужно было пояснить. По татуировкам можно было понять человека. Что он из себя представляет. За что он сидит. Где он сидел. Вообще полностью всю его биографию. А сейчас по татуировкам первоходов можно понять только сколько денег он на них потратил. И то примерно. Поэтому никто тебе не предъявит за розу на плече. Либо за череп во всю спину. Потому что он может обозначать все что угодно. Ты сам вложил в эту татуировку свой личный смысл. Максимум что будет могут поугарать на тобой. И то так по доброму и не более. Сейчас в зоне делают себе в основном несколько видов тюремных татуировок. Которые еще имеют смысл в преступном мире. Первое это звезды. Как на груди так и на коленях. Обозначают они отрицалого. То есть человек который прет против власти. Который против мусорских наворотов. Против мусорского произвола. И вообще против режима в целом. И этот человек имел уважение в преступном мире. Эпалет на плече. Это человек который участвовал в бунте. Либо в бунтах. Человек который всегда рад поддержать шпану. Так же живет по понятиям. Всегда за идею и за общее. Ну конечно купола. Количество куполов на храме должно соответствовать годам проведенных в заключении. А количество крестов на куполах должно соответствовать количеству ходкам. То есть сколько раз человек попадал в тюрьму. Персни на пальцах. А их значение можно говорить в вечность. Потому что их огромное количество. Их как правило их уже не колят. Ну а если колят то первоходы в основном. В основном первоходы. И для того чтобы потом на свободе отличаться. Или сказать что я сидел. Да это глупо. Но сейчас многие меня в этом поддержат. И конечно самая популярная среди каторжан. Это религиозные татуировки. В виде распятий. Либо различных ликов цветых. Хоть они и не имеют по сути никакого значения. Кроме как оберег. Но для человека находящегося в неволе. Это очень важно и дорого. Сделав себе икону. Человек чувствует себя более защищенным. И не таким одиноким. У меня тоже были персни. Сейчас я их перебил. И многие знают почему. Потому что у меня растет дочь. Я не хочу чтобы она мне задавала вопросы. Что у тебя за персни. Что у тебя за звезды. Да. Звезды я так же себе перебью. Звезды у меня есть. Их нужно переделывать. С одной я уже начал. Персни свои я тоже все забил. И так далее. У меня остался вот оберег. Который я как бы не перебиваю. Это святой дух. Дева Мария. Здесь ее нужно тоже поделить. Делать это я себе делал на срогом режиме. Сам себе левой рукой через зеркало. Это было очень сложно. Но как бы в тот момент оно этого стоило. И до сих пор я ценю эту татуировку. Она реально помогла мне немножко почувствовать себя не таким одиноким. И более защищенным. Как я и сказал. По поводу перстни кому-то интересно. 100% что у меня были за перстни. У меня были. Тут у меня был ЛХВС. Как я уже говорил. Паутина с пауком ползучим наверх. Это обозначает воровал. И буду воровать на тот момент. Я еще думал что я буду постоянно жить этим преступным миром. Нет. Тогда паук ползет вниз. Это значит завязал в прошлой жизнью. А у меня он ползет вверх. Перстни. Здесь у меня был доллар. Это люблю деньги. Крест. Потом вот у меня был. А нет. Вот крест у меня такой был. Он сейчас не видно. Потому что у меня здесь пламя. Это все перебито. У меня в общем было. Тут тоже отрицало. Ебу мусоров в шахматном порядке. Любовь к матери. И неисправимый. Здесь не три точки. И так далее. Здесь просто монах с крестом. Здесь было у меня пламя. По которой я говорил. Там пару сыркушек. А здесь я забивал свои порезы. Вот она звезда Давида. Порезы от всяких вскрывашек. Открывашек. Это я просто себе перебивал. По сути все. Сейчас я вам рассказал о наколках. Которые в данный момент пользуются спросом в лагерях. Многие меня спрашивают. Что такое лагерь. И чем отличается лагерь от зоны. Ничем. Лагерь, зона и колония это одно и то же. СИЗО, тюрьма это другое. Тюрьма это камерный режим. Где человек сидит по следствиям. До того как мы вынесли приговор. А лагерь, зона и колония это одно и то же. Это бараки. Бараки где уже человек отбывает свое наказание до конца своего срока. Ну вот как-то так любопытно. Еще раз повторюсь. Если ты нормальный парень и не заднеприводный. То с тебя не спросят никто по понятиям за твои татуировки. Какими бы они не были. А теперь я хочу попросить вас. Чтобы вы написали в комментариях. Что вы хотите увидеть на моем канале. Ведь именно от вас зависит то. Что я буду снимать в дальнейшем. Я стараюсь непосредственно для вас. А вы даете мне огромную поддержку. Стимул и желание развиваться. За что вам низкий поклон. Не забывайте скачивать викингов именно по моей ссылке. Которую я оставлю в описании. А также в описании я оставлю ссылку на свой инстаграм. Где я выкладываю коротенькие видео. Различные сторисы. И провожу прямые эфиры. И в этот прямой эфир я могу затянуть именно тебя. И пообщаться с тобой лично. Ну и по традиции поставить палец вверх. Или опустить его вниз. Конечно же решает только тебя. Увидимся.